Звёздное небо – воистину прекрасная и грандиозная картина. Сияние ночных светил с давних времён завораживало людей, заставляя их мечтать и стремиться к новым открытиям. Однако в нашей галактике есть места, в которых небосвод усыпан звёздами в несколько раз сильнее, чем на Земле. И это не тусклые холодные огоньки нашего неба, а слепящая россыпь крупных и ярких светил. Трудно представить себе эту картину, но примерно так выглядит Вселенная из центра одного из крупнейших звёздных скоплений нашей галактики – Вестерлунд-1. Звёздным скоплением называется группа звёзд, образовавшихся из одного гигантского облака межзвёздного вещества. Эти светила имеют практически одинаковый состав и возраст, образуя систему, связанную воедино гравитационными силами. При этом выделяют два основных типа звёздных скоплений – рассеянные и шировые. Рассеянные звёздные скопления являются результатом развития звёздных колыбелей – областей космического газа, в которых идёт активное образование звёзд. Поэтому данные скопления состоят преимущественно из молодых светил и большого количества межзвёздного водорода. Гравитационные связи внутри них не очень велики, и чаще всего рассеянное скопление распадается спустя несколько сотен миллионов лет после своего образования. Некоторые его члены продолжают совместное движение, образуя звёздный поток. Другие полностью отрываются от группы и начинают собственную жизнь. В нашей галактике обнаружено более тысячи ста рассеянных звёздных скоплений. Причём, скорее всего, это лишь малая их доля. Шаровые скопления больше и плотнее рассеянных, они состоят из старых и не очень тяжёлых звёзд. Среднее расстояние между звёздами в них составляет от 4 до 6 световых месяцев, а масса может достигать миллиона солнечных. Млечный путь содержит не менее 150 звёздных скоплений этого типа, а туманность Андромеды – более 500. Обычно рассеянные скопления относительно небольшие, но некоторые из них включают в себя тысячи звёзд. Такие объекты называют звёздными суперкластерами. Предполагается, что самые крупные из них в конце концов превратятся в шаровые. Стоит лишь подождать несколько миллиардов лет, пока самые массивные звёзды сгорят и взорвутся. Одним из крупнейших звёздных суперкластеров в нашей галактике является Вестерлунд-1. Он был обнаружен ещё в 1961 году шведским астрономом Бенгтом Вестерлундом. Однако из-за сложностей в наблюдении долгое время оставался изучен лишь в самых общих чертах. Расстояние от центра скопления до Солнечной системы определено приблизительно и составляет от 10 до 15 тысяч световых лет. Это число кажется огромным, но на самом деле Вестерлунд-1 является одним из ближайших к Земле звёздных суперкластеров. Поэтому наблюдения за ним очень важны для понимания процесса эволюции звёзд. Диаметр Вестерлунд-1 составляет около 7 световых лет. Поразительно. Но в столь крошечном по меркам Вселенной участке космического пространства сосредоточены тысячи звёзд общей массой около 63 тысяч Солнц. Несложные расчёты показывают, что расстояние между основными членами скопления составляет всего несколько световых месяцев, а для компонентов двойных систем – гораздо меньше. Из-за невероятной плотности светил в скоплении и облаков межзвёздного газа, окружающих его, свет тысяч звёзд сливается вместе, затрудняя наблюдение и подсчёт. Поэтому точное количество объектов, составляющих Вестерлунд-1, пока не определено. Среди них уже обнаружены 6 жёлтых гипергигантов, 4 красных сверхгиганта. 24 звезды Вольфа-Рае и сверхгигант с необычным спектром излучения, который предположительно является результатом столкновения двух массивных звёзд. Кроме того, среди светил, формирующих скопление, обнаружено множество горячих голубых гигантов, а также аномальный рентгеновский пульсар, представляющий собой нейтронную звезду, вращающуюся с невероятной скоростью. Также среди светил Вестерлунд-1 необычайно высокое содержание двойных звёзд. Возможно, это следствие высокой плотности объектов скопления. Считается, что все объекты звёздного скопления сформировались примерно в одно и то же время. При этом, согласно современной теории эволюции звёзд, красные сверхгиганты не могут иметь возраст меньше 4 миллионов лет. С другой стороны, звёзды Вольфа-Рае, находящиеся на завершающей стадии своей эволюции, в изобилии присутствуют в данном кластере. При этом известно, что общая продолжительность их жизненного цикла редко превышает 5 миллионов лет. Таким образом, возраст Вестерлунд-1 определён весьма точно и составляет всего лишь от 4 до 5 миллионов лет – секунды по меркам Вселенной. Примерно во время его формирования по Земле уже бродили первые австралопитеки и саблезубые тигры, а динозавров остались лишь окаменелые останки. Математическое моделирование процесса образования кластера показывает, что скопление могло содержать от 50 до 150 тяжёлых звёзд, которые к настоящему времени должны были уже закончить свой жизненный путь, исчерпав запасы звёздного топлива. Если расчёты верны, то сверхновые вскопления должны были вспыхивать в среднем каждые 10 тысяч лет в течение последнего миллиона лет. Ведь чем тяжелее звезда, тем быстрее она завершает свой жизненный цикл, вспыхивая сверхновые, оставляя после себя чёрную дыру, нейтронную звезду или белый карлик. Однако пока обнаружен только один подобный объект. Предполагается, что многие сверхмассивные звёзды оставили после себя чёрные дыры, которые крайне трудно обнаружить. Звёздное скопление Вестерлунд-1 содержит одну из крупнейших известных звёзд, которая носит название Вестерлунд-1-26. Из-за сложности в наблюдении её радиус определён приблизительно и лежит в пределах от полутора до двух с половиной тысяч солнечных. Если истинный размер звезды ближе к верхней границе, то Вестерлунд-1-26 может быть крупнейшим светилом, известным человечеству. Однако более вероятен радиус чуть больше полутора тысяч солнечных. Тем не менее, даже в этом случае Вестерлунд-1-26, помещённый на место Солнца, поглотил бы все планеты вплоть до Юпитера. Светимость супергиганта примерно в 380 тысяч раз превышает солнечную, однако температура поверхности сравнительно невелика – всего около трёх тысяч кельвинов. Масса звезды пока неизвестна, однако, согласно современным представлениям об эволюции звёзд, она должна составлять порядка 20 солнечных. Другим необычным объектом скопления является магнетар с труднопроизносимым названием, который является самым сильным источником рентгеновского излучения в этой части космоса. Он расположен на расстоянии около 16 тысяч световых лет от Солнца и представляет собой нейтронную звезду с периодом обращения около 10 секунд. Это достаточно медленно по сравнению с другими объектами данного класса, вращающимися со скоростью несколько оборотов в секунду. Так как все звёзды скопления с высокой вероятностью возникли примерно в одно и то же время, звезда-прародительница этого магнетара исчерпала запасы своего термоядерного топлива всего за 5 миллионов лет. Это означает, что её масса при формировании должна была составлять не менее 40 солнечных. Однако в этом случае её взрыв в качестве сверхновой должен был оставить после себя не нейтронную звезду, а чёрную дыру. Выходит, что звезда-прародительница должна была каким-то образом потерять до 95% своего вещества до взрыва сверхновой. Одно из возможных решений этой загадки заключается в том, что данный объект был порождён не одиночной, а двойной звездой. Невероятно быстро вращаясь вокруг общего центра масс, компоненты системы должны были активно обмениваться веществом. Взрыв сверхновой разметал большую его часть по окружающему пространству, а второй компонент был выброшен из системы. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль является звезда Вестерлунд-1-5, расположенная неподалёку от магнитара. К сожалению, вероятность обнаружить планеты внутри звёздного скопления Вестерлунд-1 крайне мала. Во-первых, возраст составляющих его звёзд слишком мал для их образования. Этому грандиозному процессу необходимо как минимум несколько сотен миллионов лет. Во-вторых, даже спустя миллиарды лет, когда скопление скорее всего превратится в шаровое, ожидать появления пригодных для жизни объектов вряд ли стоит. Близость крупных и тяжёлых звёзд делает орбиты планет нестабильными, а при некоторых условиях прохождение массивного объекта неподалёку от звёздной системы может и вовсе разрушить её. Кроме того, тысячи активных светил, сосредоточенных в небольшом секторе космического пространства создают крайне мощный радиационный фон. А частые вспышки близких сверхновых станут причиной всплесков губительного гамма-излучения, выжигающего любую жизнь на поверхности планет. Вполне вероятно, что даже если человечество найдёт способ преодоления межзвёздных расстояний, скопления надолго останутся смертельно опасной зоной. Однако все эти соображения не делают звёздное небо менее прекрасным и завораживающим зрелищем. Космос даёт знания Вселенной учёным и дарует вдохновение художникам. Вполне вероятно, что однажды он станет новым домом для человечества. А пока это время ещё не настало, мы продолжим делать новые познавательные выпуски. И услышимся!